Поэтому берегите себя, и сейчас не время болеть, и тем более не время впадать в хандру и в депрессию. Мы сегодня с вами будем говорить о стратегии победителей. А что же нужно знать и делать для того, чтобы действительно добиваться успеха, реализовывать свои цели, поставленные перед собой. Ну и естественно, чтобы вы прежде всего были удовлетворены своими результатами. Наш бизнес зависит от многих факторов, и очень немаловажная составляющая в нашем бизнесе – это эмоционально-психологическая составляющая. Если у вас нет мотивации, то независимо от того, сколько вы денег зарабатываете в этом бизнесе, вы рано или поздно отсюда уйдете. Поэтому наличие мотивации – это очень важно для всех, для нас. Сегодня мы с вами будем говорить именно о стратегии победителей, что же знают чемпионы, почему они добиваются таких результатов, почему они вообще становятся чемпионами, в отличие от всех от других. Итак, вы готовы начинать? Если вы готовы, поставьте плюсики в чате. Ну что, первое, о чем я хотел с вами сегодня поговорить, у нас будет несколько ключевых моментов, на которых мы акцентируемся сегодня. И это будет 9 таких основополагающих, я бы сказал, факторов, на которые я бы вам сегодня советовал не просто обратить внимание, а сконцентрироваться на этом. Это очень важно для нас, друзья. Потому что многие люди, которые приходят в этот бизнес, особенно новички. Кстати, есть у нас новички в зале, вернее, на вебинаре, которые сегодня, ну, подключились к нам в бизнес, ну, скажем, месяц и меньше. Есть такие? Если есть, обозначьте себя в чате, поставьте двоечки. Так, есть у нас такие, замечательно. Я приветствую вас, надеюсь, что вы сегодня узнаете очень много интересного, а самое главное, то есть вы поймете, на чем основывается этот бизнес. И прежде чем вы начнете задавать вопросы, а как зарабатывать деньги, что для этого нужно делать, научите нас. Так вот, в первую очередь, есть наиболее важные, скажем так, моменты, которые мы сегодня с вами будем разбирать. Итак, первый такой основополагающий столб называется целеустремленность записывать. Я специально не сделал слайды, чтобы ваша концентрация внимания была не на картинках, а на том, что я говорю. То есть, сконцентрируйтесь на том, что вы сейчас слышите. Это очень важно. Если вам необходимо, то делайте себе пометки какие-то, записывайте. Первый момент – это целеустремленность. Вы знаете, мы очень часто слышим, и, скорее всего, вы слышите на разных школах, на разных семинарах, вы слышите такое, да, то есть поставьте цели, правильная постановка целей, установка целей и так далее. На самом деле, почему вы часто об этом слышите? Это действительно очень важно. И, скорее всего, очень многие из вас уже, в принципе, понимают, для чего нужны цели и, в общем-то, как их правильно устанавливать. Кто из вас уже, ну, скажем так, неоднократно проходил такие обучения и уже, как бы, в принципе, знает, да, как ставить цели перед собой, для чего это нужно и так далее. Обозначьте плюсики в чате, вот, кто действительно, скажем, понимает важность. Окей. Это еще раз доказывает то, что, в принципе, эта тема очень, ну, я бы сказал, одна из самых важных. Но, тем не менее, сегодня многие об этом слышали и даже, в общем-то, знают, как это сделать. Но почему вопрос, почему большинство людей не достигает своих целей, не достигает тех целей, которые они поставили перед собой? Это очень важно, нужно понимать. Сейчас я не буду вас обучать, как правильно ставить цели. Я вам скажу, почему многие люди не достигают этих целей. Скорее всего, вы все делаете правильно, то есть, вы уже знаете, что цель, она должна быть реальна, она должна быть конкретная, да, она должна быть обязательно зафиксирована на бумаге и ограничена во времени. То есть, это такие критерии цели, мы это все слышали неоднократно, и мы умеем это делать. Но почему же мы не достигаем своей цели? Скорее всего, потому что вы ее не видите. Это очень важно понимать. То есть, вы поставили цель, и вы, в общем-то, сделали все, как по школе, да, как учили. То есть, вы ее поставили, записали, ограничили ее по времени и так далее, но вы ее не увидели. Это то же самое, как вы не можете попасть в свою цель, потому что вы ее не видите в перекрестии прицела. То же самое на охоте. Если вы прицелились, и вы не видите свою цель, куда вы стреляете? Вы стреляете в никуда, в пустоту. Поэтому, ваша задача, то есть, научиться видеть свою цель. Вы должны увидеть свою цель, куда вы целитесь. Поэтому, запишите, вы должны прицелиться. Не просто установить цель, записать ее. Вы должны прицелиться, это очень важно. Четкое видение своей цели, чего вы хотите. Чемпионы, то есть, победители, они всегда знают конкретно, чего они хотят. Они видят эту цель. Если человек, если, допустим, возьмем человека, который занимается спортом, и его мечта, его цель стать олимпийским чемпионом, он видит эту цель. Он видит себя на пьедестале, он видит себя на верхней ступеньке, с золотой медалью на груди. Он четко это видит. Поэтому, вы также должны увидеть свою цель, друзья мои. Мы сейчас говорим не о цели, вашей цели в жизни, а мы сейчас говорим о цели в бизнесе, в который вы пришли. Вот тоже здесь не надо путать одно с другим. Цели в жизни у вас могут иметь ничего общего с целями в бизнесе. Это тоже нужно понимать. Поэтому, но для реализации ваших жизненных целей, скорее всего, вам понадобятся деньги. И причем большие. Кто с этим согласен, пожалуйста, отметьте это в чате плюсиками. Кто согласен с тем, что для того, чтобы вам реализовать ваши цели, вам понадобятся очень большие деньги. Вот чем больше плюсов вы поставите, значит, чем больше денег вам нужно. Я так это правильно, наверное, так нужно это правильно понимать. Вот. Окей. Поэтому ваша задача сейчас увидеть свою цель в бизнесе Пушми. Это очень важно. Это бизнес, с которым вы связываете свое будущее, свои надежды. И ваша задача преуспеть в этом бизнесе. Поэтому вы должны четко увидеть свою цель в этом бизнесе. Зачем вы сюда пришли? Что вы здесь хотите получить? Кем вы здесь хотите стать? Вот это такие основополагающие вопросы, от которых нужно отталкиваться вам сейчас. Понимаете, да? С этого все начинается. То есть мы сейчас говорим не о постановке цели, а мы сейчас говорим о вашей целеустремленности. Друзья мои, это очень важно. Станьте целеустремленным. Мы уже неоднократно говорили, да, что самым целеустремленным человеком в жизни является человек, который хочет в туалет. Друзья мои, наверное, каждый из нас переживал такие моменты в жизни, да? Вспомните просто себя в этот момент. Как вы действуете, когда вы очень сильно хотите в туалет. Самый целеустремленный человек, это тот, который хочет в туалет, господа. Вот в этом случае, посмотрите, как они действуют. Они, да, они прут на пролом, буквально в смысле. Правильно, Татьяна Катаева говорит. Их не остановишь. Вы их ничем не остановите. И вы знаете, в чем, собственно, как бы суть, да? Да, дело в том, что этот человек, он точно знает, во-первых, чего он хочет. А во-вторых, он точно знает, что он своей цели добьется. Понимаете? Он ищет правильное направление. Он ищет правильное направление. Во всяком случае, он ищет вывеску, да, которая ему нужна, которая ему укажет правильное направление, путь. Понимаете, да? И когда он ее находит, это называется, он ее поймал в прицел. И он начинается. Причем ускорение, то есть с каждым разом, как бы, ускорение растет. Чем ближе он туда приближается, тем быстрее ускорение. Замечали такое, друзья мои? Так вот, когда вы думаете о своих целях, вспоминайте этот момент. Вы должны быть целеустремленным. Бейте в одну точку. Вы должны видеть свою цель. Поймайте перекрестие прицела. И вот, как только вы ее поймаете, и больше не теряйте. Это как снайперы действуют. Вот они поймали мишень в перекрестие, в прицела, и они ее не отпускают. Вот точно так же вы должны действовать в бизнесе. Окей? Это первый момент, который я хотел с вами сегодня обсудить. Станьте целеустремленными. Если вам нужны деньги, а они нужны всем, причем вы уже написали, что они вам нужны в большом количестве. Ну, окей, тогда действуйте в этом направлении. Увидьте, сколько вы хотите зарабатывать. Включите силу воображения. Вы должны увидеть эти деньги, за которыми вы пришли. Кто из вас сейчас может закрыть глаза и представить 1 миллион долларов наличными? В американских долларах. 1 миллион долларов в 100 долларовых купюрах. Кто себе может это представить, пожалуйста, отметьте в чате. Но если вы не можете представить, то лучше тогда не пишите. То есть не надо заниматься самообманом. Вот если вы не можете представить, мы вас сейчас научим, как это делать. То есть надо научиться включать силу воображения. Закройте глаза и представьте, увидьте перед собой этот миллион долларов. 1 миллион долларов. Как он выглядит? Сколько это денег вообще? Сколько вот? Какое пространство этот миллион занимает? Вы должны это увидеть. Вот когда вы после этого, вы увидите это. Это говорит о том, что вы на правильном пути. Вы уже стали целеустремленным. Вы пришли с университетами, вы должны их увидеть. Вы должны их увидеть в бизнесе Пушми. И начинать двигаться в этом направлении. Окей, договорились. Идем дальше. Второй момент. Это вера в себя. Господа, вы знаете, почему многие люди, которые приходят в этот бизнес, не достигают успеха? Почему они не становятся успешными и богатыми? Не потому, что они самые тупые. И не самые способные к обучению и так далее. Нет, практически все начинают в одних и тех же условиях. У вас, в принципе, начальные условия у всех одинаковые. Исходные данные у вас у всех одинаковые. Мы работаем, скажем так, несмотря на то, что сейчас у нас огромная география наших партнеров. Но я могу сказать так. Практически мы работаем в одних и тех же условиях. Если брать страны СНГ, то ситуация практически, за не имеем каких-то нюансов, в наших странах почти одинаковая. Состояние экономики и так далее. Мы живем в том социуме, где менталитет людей у нас одинаковый. Согласитесь, да, со мной? Соответственно, люди, которые нас окружают, они, в принципе, что они в России, что в Казахстане, что в Белоруссии, в Украине или там в Средней Азии. Мы мыслим одинаковыми категориями. Далее. По большей части мы с вами как бы росли в одной системе, впитывались и так далее. И у нас ценности у многих одинаковые. Поэтому я и говорю, что исходные данные у нас, в принципе, у нас у всех одни и те же. Но почему люди, которые приходят в этот бизнес, кто-то начинает преуспевать, кто-то нет. Причем кто-то начинает преуспевать буквально сразу, а кому-то понадобится некоторое время. Причем кому-то, может быть, понадобится месяц и два, прежде чем начнет зарабатывать, а кому-то больше. Есть категория людей, которые, в принципе, не могут дождаться этого момента, да, и они выпадают из бизнеса. Очень часто мы видим, что в первые три месяца происходит большой отток людей из этого бизнеса. Именно в первые 90 дней. Почему? Здесь есть очень много факторов. Так вот, чтобы с вами такое не случилось, господа, в первую очередь, вы должны понимать, что в этом бизнесе вы, во-первых, оказались не случайно. Это не важно, чем вы занимались в прошлой жизни, кто вы по профессии, по образованию, сколько вам лет, какое вы социальное положение занимали. Это абсолютно не имеет значения. Имеет значение то, что вы оказались здесь. А раз вы здесь оказались, вы должны знать, что это было не случайно. Случайностей в этом мире, в этой жизни не происходит. А раз так, раз вы здесь оказались, значит, вы должны что сделать? Вы должны просто, как бы сейчас, понять, а где вы оказались. И вы должны это не просто понять, а вы должны принять. Вы должны начать осваивать новую профессию. Самую высокооплачиваемую профессию в мире. И это не просто так. Вы не можете это освоить ни за один день, ни за один месяц и так далее. Я вам больше скажу. Нашему бизнесу нельзя научить. Ему можно только научиться. При этом, при всем, если у вас будет огромное желание. Понимаете? У вас должно быть огромное желание. Научиться этому бизнесу и преуспеть. Несмотря ни на что. Так вот, большинство людей, почему не достигают успеха в этом бизнесе? Именно потому, что они и верят в себя. Так вот, второй пункт, второй пункт, момент такой, ключевой. Это вера в себя. Вы должны поверить в себя, в то, что вы можете это сделать. Понимаете? В первую очередь, вы должны поверить в себя. Не в компанию, не в бизнес, не в тех людей, которые вас позвали сюда и показали вам этот путь. Открыли для вас новые возможности. Вы должны поверить в себя, в то, что вы можете здесь добиться успеха. Это очень важный момент. Потому что у многих людей, особенно более старшего поколения, очень заниженная самооценка. Очень заниженная самооценка. Они просто, в принципе, система сделала все для того, чтобы эти люди просто превратились, так скажем, так и образно говоря, в машины. То есть, чтобы они работали каждый день, ни о чем больше не задумывались, выполняли свою рутинную работу каждый божий день, с утра до вечера и так далее. И вот большинство людей так и живут. Поэтому у них способность, понимаете, да, то есть, как бы анализировать и в отношении самого себя, что я могу, почему я так живу. Они себе такие вопросы уже не задают. Задайте себе вопрос, друзья мои. Вы для чего родились? Вы для чего живете на этом свете? Чтобы прозябать, существовать или все-таки жить и радоваться? Поэтому вы должны поверить в то, что вы можете, а самое главное, что вы достойны. Вы достойны лучшей доли. Вот в это вы должны поверить. И поверьте сейчас. Не откладывайте все на потом. Раз уж вы здесь оказались, еще раз повторяю, вы оказались в числе избранных. Почему вы здесь оказались? На вашем месте могли оказаться миллионы других людей. Вы задавайте себе такие вопросы. Поэтому вы должны поверить, прежде всего, в самого себя, что вы можете. И самое главное, что вы достойны того, к чему вы стремитесь. Не надо бояться лучшей жизни. Не надо бояться больших денег. Впустите это все в себя. Откройтесь этому. Очень многие люди закомплексованы. Они живут в плену своих ложных принципов, стереотипов, своих привычек. Причем не самых лучших. И все это вам мешает. Все, что вам мешает сегодня быть успешным и, соответственно, быть счастливым, выкиньте из своей жизни. Зачем вы за это цепляетесь? Это тот хлам, который накопился за все эти годы, как у нас в квартирах, в наших домах, на чердаках, в чуланах, где-то на антресолях накапливается постепенно, постепенно накапливается хлам какой-то. Мы годами этим не пользуемся, мы почему-то все это бережем и, не знаю, дрожим над этим всем и так далее. Зачем это нам все? Выкиньте это из своей жизни, без всякого сожаления. Поверьте в себя, что вы можете это сделать. Посмотрите, почему в нашем бизнесе принято рассказывать истории успешных людей. Кстати, так же, как принято рассказывать истории успешных людей. Потому что истории успешных людей на большинство людей очень сильно действуют мотивирующие. То есть они видят, что когда они узнают эти истории этих великих людей, которые сами себя сделали, они понимают, что они из такого же теста, как и вы. Никакие они не особенные. И они проходили этот путь такой же, который вы сегодня проходите. Понимаете? И когда вы видите, насколько был тернистый их путь и сколько они теряли до того, как они вообще добились успеха, вы не просто проникаетесь к этим людям уважением, да? Вы просто понимаете, что, в общем-то, и вы такой же, как и они. Просто вам сегодня не хватает, чуть-чуть чего-то не хватает вам. Понимаете, да? И мы сегодня с вами будем об этом говорить, а чего же вам не хватает? Так вот, в первую очередь, еще раз повторю, это вера в себя. Поверьте в себя, господа, поверьте в себя. И запомните, вы не на помойке выросли. Вы достойны лучшей доли. Вы и ваши дети. Это очень важно понять и осознать это. Понимаете? Вы должны сейчас это осознать. Сейчас. С целью повышения самооценки я хочу вам дать некоторые рекомендации, как вы можете это делать. Мы каждый раз это делаем на наших оффлайн обучениях. Сегодня я вам расскажу, как это сделать. И вы это, если вы это будете делать каждый день, вы очень быстро повысите самооценку. Это называется накачать себя уверенностью. Закачайте себя уверенностью, господа. Вам это очень нужно. Это называется, упражнение называется аффирмация. Мысли, записанные на бумаге, неоднократно повторенные вслух, начинают наши мысли выстраивать в нужном направлении. Когда мы это постоянно себе говорим, мы начинаем думать в этом направлении. Мы начинаем мыслить таким образом. И, соответственно, образ мышления, наш образ мышления диктует наши действия. Наши действия, то есть мы совершаем действия, нужные действия. И мы приходим к ожидаемым результатам. То, чего мы хотим. Поэтому и говорят, что мысли имеют свойство материализоваться. Вот о чем идет речь. Поэтому накачайте себя уверенностью. Если вам этого не хватает, начинайте над этим работать. Первая аффирмация, которую я хотел, чтобы вы записали. Запишите. Я полон мощи и энергии. Я знаю, что несу ответственность за результаты своих решений и действий. Я полон мощи и энергии. Я знаю, что несу ответственность за результаты своих решений и действий. Запишите эту аффирмацию и повторяйте ежедневно, глядя себе прямо в глаза. Это очень важно. Вы должны убеждать себя в этом. Не кого-либо вокруг вас, а самого себя, глядя себе прямо в глаза. Говорите себе это каждый день. Утром рано проснулись, сделали утренимацион. Глядя себе в зеркало, начинайте говорить. Начинайте разговаривать с самим собой. В хорошем смысле, я имею ввиду. Понимаете, да? Я полон мощи и энергии. Я знаю, что несу ответственность за результаты своих решений и действий. Вы должны это делать каждый божий день. Каждый день. Вторая аффирмация. Я знаю, что стою 150 тысяч долларов в месяц и даже больше. Это очень важно. Когда вы начинаете себя приучать мысленно, ментально, вы начинаете себя приучать к тому, что вы готовы к большим деньгам. Я готов к большим деньгам. Почему к вам деньги не приходят? Вы ментально не готовы впустить их в свою жизнь. Вы боитесь больших денег, потому что вы не знаете, что с ними делать. Вот о чем идет речь. Поэтому вы ментально должны подготовить себя к этому. Я знаю, что стою 150 тысяч долларов в месяц и даже больше. И каждый день вы должны это себе говорить. Вы должны утверждать это. Не уговаривать себя, а именно утверждать. Это очень важно. И таким образом вы увидите, что буквально через пару дней у вас уровень самооценки повысится. Вы будете чувствовать себя намного увереннее. Вы будете держаться по-другому. У вас изменится осанка, взгляд. Понимаете, да? На подсознательном уровне вы вырастите, вы превратитесь в гиганта. Это очень важно. Поэтому вера в себя – это одно из необходимейших условий победителей, чемпионов. Вы не можете стать чемпионом, если вы не верите в себя. Это очень важно. Следующий момент, третий – это энтузиазм. Господа, вы поймите, что в этот бизнес, и вы, наверное, в этом уже убедились, что в этот бизнес приходят разные люди. Мы здесь видим, что здесь есть молодые, очень молодые люди. Есть не очень молодые, вроде меня. Есть очень немолодые, прямо скажем, это люди, которые разменяли уже седьмой, восьмой десяток. Вы знаете таких людей? Поглянитесь вокруг. Да, их здесь много. Понимаете, люди приходят разные. А каждый со своим накопленным багажом. Кто-то где-то чему-то когда-то обучался. Кто-то где-то что-то делал и так дальше. Все забудьте. Поймите, начните с чистого листа. И самый важный рецепт – начинайте делать это с энтузиазмом. Вот вы пришли, у вас нет никаких знаний. Но почему люди, которые являются новичками и начинают зарабатывать деньги, у них тоже нет никаких знаний. И они тоже пришли так же, как и вы, на день, на два раньше, чем вы. Нельзя их назвать еще профессионалами. Но почему у них получается? А посмотрите, с каким энтузиазмом они это делают. Поэтому энтузиазм – это великая штука. Вы должны это знать. Кстати, энтузиазм – это заразная болезнь. Ей можно заразиться и нужно заразиться. Понимаете, да? Поэтому вы должны искать источники, от которых вы можете заразиться энтузиазмом. Энтузиазм – это древнегреческое слово, переводится как «бог в душе». Поселите Бога в своей душе. Начинайте этот бизнес делать с энтузиазмом. Если вы не будете это делать с энтузиазмом, у вас ничего не получится. Наш бизнес, еще раз повторяю, он зависит от многих факторов. И эмоционально-психологическая составляющая – одна из решающих факторов в этом бизнесе. Вот поэтому, еще раз повторяю, станьте энтузиазмом, энтузиазмом своего дела. Станьте энтузиазмом. Договорились, друзья? Кто со мной согласен, поставьте плюсики в чате. Надо бизнес делать с энтузиазмом. Если у вас плохое настроение, если у вас кислая мина и так дальше, вам запрещается выходить из дома. Друзья мои, с таким настроением вообще не пугайте людей. Как вы будете с ними встречаться? О чем вы будете с ними разговаривать? Еще раз повторяю, у вас плохое настроение – сидите дома. У вас под домашним арестом. Однозначно. У вас плохое настроение – подойдите к зеркалу. Посмотрите на себя. И скажите, я лучший в мире рекрутер. Улыбните себе. То есть нацепите такую улыбку. Улыбните себе и идите заниматься делом. Накачайте себя этим. Закачайте себя. Не только уверенностью, но еще и закачайте себя энтузиазмом. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Далее. Энтузиазм. Вы должны также понимать, что энтузиазм – это великая вещь. Но энтузиазм имеет свойство быстро улетучиваться. Особенно тогда, когда у вас не получается. А то, что у вас процент неудач будет очень высокий в самом начале, это я вам точно говорю. К бабке не ходи. Вот. И прежде чем вам станет лучше в этом бизнесе, сначала вам станет хуже. Но вы должны быть к этому готовы. Если вы уже сейчас испугались, тогда лучше ничего не делайте. Как говорил великий Чингисхан, если вы начали делать, то ничего не бойтесь. А если вы боитесь, то тогда ничего не делайте. Как считаете, справедливо? Поэтому вы уже ввязались в драку. Чего бояться? Как говорил Наполеон, для начала надо ввязаться в драку, а там посмотрим. Понимаете, да? Вы уже как бы в этот котел нырнули. Продолжайте в нем вариться, и вы станете крутыми. Очень крутыми. Но для этого требуется время. И если у вас пропадает энтузиазм, идите туда, где вы им можете заразиться. Поэтому не оставайтесь наедине с самим собой. Особенно тогда, когда, еще раз повторяю, вы терпите фиаско, неудачу. И вы, когда вы один на один с собой, в вашу голову лезут всякие дурные мысли. И вы начинаете закисать. Это странно. Я видел огромное количество людей, очень талантливых, которые выпали из этого бизнеса, они ушли. Они не справились сами с собой. Понимаете, да? Хотя, эти люди, у них было все для того, чтобы добиться огромных успехов в этом бизнесе. Но их сегодня здесь нет. Поэтому, еще раз повторяю. Господа, будьте энтузиастами. Ищите любой источник, от которого вы можете подзарядить свои севшие батареи. И вот такими батареями являются, такими источниками являются топ-лидеры компании. Это люди, которые сегодня являются атомными авианосцами в бизнесе. Они непотопляемые. Это люди, они самомотивированные. Они не ждут, когда их кто-то будет что-то заставлять делать. Им не нужна мотивация извне. У них достаточная мотивация изнутри. Они четко осознают, для чего они это делают. К чему они готовы. То есть, они готовы очень много, скажем так, трудиться и угодно страдать. Но они понимают ради чего. И они не сдаются. Они никогда не опускают руки. Вот от таких людей вы можете заразиться энтузиазмом. Это очень важно. Поэтому, господа, поселите Бога в душе. И делайте этот бизнес с энтузиазмом. Другого рецепта просто не существует. Следующий момент. Четвертый. Это позитивность. Позитивность. Господа, станьте позитивными. Во всем. Но начните с самого себя. Очень самокритично. Задайте себе вопрос. А вы вообще позитивный человек? Вы пытаетесь других людей привлечь. Вы понимаете, что вам нужны партнеры. Вам нужны помощники. А как вы их собираетесь привлекать, если вы, скажем, не являетесь привлекательным? Есть такой каламбур в сети. Привлекательные люди привлекают привлекательных людей. Как вы собираетесь привлекать привлекательных, если вы сами не привлекательны? Поэтому станьте позитивным. К нытикам, понимаете, к критикам, нытикам всевозможным люди не идут. Негатива в нашей жизни и так хватает. Он вокруг нас, окружает нас буквально, обволакивает. Вы должны стать, вы должны измениться. Вы должны измениться ментально. Начинайте смотреть на мир, на жизнь совершенно по-другому. Глазами детей. Непосредственными глазами. Понимаете, да? У детей не предвзятое отношение. Они очень искренне. Они во всем искренне. Посмотрите, как дети радуются, как они плачут, как они огорчаются, как они сердятся. Во всем стопроцентная искренность. Давайте будем учиться у наших детей. Потому что, когда мы взрослеем, мы многие вещи, как бы, мы разучиваемся. То есть, чем взрослее мы становимся, тем многие вещи мы утрачиваем. Понимаете, да? А зря. Надо, еще раз говорю, надо постоянно возвращаться в детство к нашим детям и учиться у них. Так вот, позитивность – это очень важный момент. Станьте позитивными. У американцев есть такое выражение – attitude. Которое означает 100% позитива. Attitude. Если вы вот эти буквы, из которых состоит это слово, расставите в английском алфавите, и увидите, что каждая буква, она имеет свою цифру. Допустим, это первая цифра в алфавите. Ти, по-моему, 20-й, тогда дальше. Вот если вы attitude, слово, скажем так, расставите в алфавите, вы получите цифру 100. 100% позитива. Attitude. Все, что бы ни происходило в вашей жизни. Attitude. Позитивное отношение. Сегодня у нас что происходит вообще в мире, в жизни? Природные аномалии, катаклизмы и так далее. Ну, это все закономерно. Сама планета Земля к этому шла не просто тысячелетия, а миллионы лет. Мы живем с вами в интересные времена. Как бы на нашем веку уже было очень много таких исторических моментов, которые повторятся еще не скоро там, да, и так далее. Мы были свидетелями этого всего. Этим надо гордиться. Сегодня, вот мы встречаем Новый год без снега. Вот у нас, я сейчас в Алма-Ате, в Казахстане, у нас, ну, как бы, у нас тепло, плюсовая температура. Мы видим, что и вот в Москве то же самое происходит, в России, во многих регионах. Господа, так же, да, наверное, и в ваших регионах то же самое. О, Вера вот пишет. У нас плюс 12. Для Санкт-Петербурга в это время, это же вообще аномальная температура. Так, господа, это же здорово, это классно. Давайте будем радоваться. Давайте будем во всем видеть позитив. Окей? Договорились? Кто со мной согласен, поставьте плюсики в чате. Давайте с сегодняшнего дня будем позитивными. Не надо, еще раз говорю, не становитесь фаталистами. Поймите, жизнь продолжается. На нашей планете есть очень много красивых мест, которые мы должны с вами еще посмотреть. И мы хотим этого, мы любим путешествовать. Мы сегодня, мы сами взяли свою судьбу в свои руки. Мы можем зарабатывать столько денег, сколько мы хотим, а не столько, сколько нам дадут заработать. Понимаете? Это же классно, это же, это все здорово. Мы сами вершим судьбы, свою собственную. Мы изменяем мир вокруг себя. Вы и только вы можете изменить мир, в котором вы живете. Никто другой за вас это не сделает. Игорь говорит, у нас буран. Где это у вас, Игорь? Буран – это здорово. Это классно. Все микробы, все бактерии умрут просто, во всяком случае, замерзнут на некоторое время. Понимаете, да? Почему нужно любить холод? Именно тогда, когда вас окружает холод, вы начинаете ценить тепло. Понимаете, друзья? Поэтому еще раз говорю. Этитюд. Все, что бы ни происходило. Вот, да, вот Игорь Резеткин пишет. В холоде чай вкуснее. Конечно. Понимаете, да? И кружка с кипятком уже руки-то не обжигает. Правильно, да? Так вот, господа, мы должны быть позитивными во всем. Вам жизнь дала лимон, сделайте из него лимонад. Не заостряйте острые углы. Они и так острые. Вы потом, вы, если вы начинаете негатив сеять вокруг себя, вы эти острые углы еще больше затачиваете. А потом сами же на них натыкаетесь. Поэтому вы должны сглаживать эти углы. Это стратегия чемпионов, стратегия победителей. Не распространяйте негатив. Возьмите с сегодняшнего дня правило. Три «не». Не жалуемся, не критикуем. Да? И еще какое «не», господа? Не пьем, да? Нет, ну, как бы из кранности в кранность не нужно вдаваться, да? Не жалуемся, не критикуем. Не оправдываемся, не критикуем. Не жалуемся, не критикуем. Это очень важно. Почему не оправдываемся? Да потому, что в этой жизни бывают или результаты, или оправдания. Или результаты, или оправдания. Если у вас есть результаты, вы переходите в разряд чемпионов. Или же вы остаетесь в разряде неудачников, которые постоянно оправдываются. А почему они не преуспели? А почему у них вот так не получилось? Почему они так не живут хорошо? И так далее. И они начинают оправдываться. Поэтому, господа, не жалуемся, не критикуем, не оправдываемся. Это очень важно. Правило «три не». Как правило, критик – это тот человек, который критикует. Критикует человека, который занимается чем-либо. То есть, он его критикует. Именно потому, что если бы он сам умел, он бы это сделал сам. Но он не умеет, поэтому он начинает критиковать. Окей, это очень важно, господа. Правило «трех не». Позитивность во всем. Договорились? Вас укусила собака? Радуйтесь, что это оказался не крокодил. Начинайте радоваться. Радуйте, что вы живете не в Америке, где постоянные тайфуны, ураганы, наводнения и так далее. Да, вот радуйтесь именно там, где вы родились. Найдите что-то хорошее, что-то прекрасное. Окей? Да, благодарите Бога каждое утро, когда вы просыпаетесь. Благодарите Бога за то, что у вас есть, за то, что он уже вам дал. За это надо его благодарить. За то, что у вас есть возможность дышать, творить. Понимаете? Вот о чем идет речь. Позитивность во всем, 100%. Этитюд. Дальше поехали. Пятый пункт – это дисциплина, господа. Именно я сейчас говорю не об организованности и не об ответственности. Я говорю о дисциплине. То есть вот у нас наш многоуважаемый вице-президент Ренат Мансуров давал очень хороший вебинар. И он говорил о ценностях. Это очень важно. Я сейчас говорю о качествах. Вот, поэтому я конкретно сейчас хочу обсудить вопрос дисциплины. Это очень важно, господа. Станьте дисциплинированными на пути к своей цели, к своей мечте. Не позволяйте себе расслабляться. Понимаете? Потому что для вас это непозволительная роскошь. Будьте дисциплинированными во всем. Когда люди, другие люди увидят, насколько вы дисциплинированы, что вы не позволяете себе, скажем, расслабляться, вы не позволяете себе жаловаться, хныкать и так далее. Они вас будут уважать, и они за вами пойдут. Они у вас увидят человека, за которым можно пойти. Большинству людей нужен ведущий, сильный ведущий. Станьте для этих людей таким сильным ведущим. И они за вами пойдут. Их в этом случае даже уговаривать не надо будет. Поэтому дисциплина во всем. Контролируйте себя. Это очень сложно. Я не говорю, что буквально завтра вы начнете меняться. Но, во всяком случае, вы можете попытаться. С сегодняшнего дня. Друзья мои, кто готов начинать это с сегодняшнего дня? Поставьте плюсы в чате. Отлично. Далее поехали. Шестой пункт – это упорство. Упорство в достижении целей. Никогда не сдавайтесь. Стойкость – это качество чемпионов, качество победителей. Будьте как оловянный солдатик. Понимаете, да? Падаете, но встаете. Падаете, но встаете. Упали, встали, идете дальше. Упали, встали, идете дальше. Упорство – это хорошее качество. Оно, его можно выработать. А в этом поможет. Вам в этом поможет ваши цели. Ваши мечты. Если они настолько большие, что вы готовы чем-то жертвовать, понимаете, да? Вы даже готовы страдать. Но ради чего? Вот если ваши цели настолько большие и настолько они вас мотивируют сильно, то вас будет с каждым разом вот это качество упорства все больше и больше вырабатываться. Вы все больше будете упорны в достижении своей цели. Никогда не сдавайтесь. Многие люди сдаются буквально за пять минут до победы. За пять минут. История, история, как бы, человечество знает очень много примеров. Когда люди просто сдавались, ну, не то что за пять минут, а за какие-то секунды до победы сдавались. Никогда не сдавайте. Не сдавайтесь, не опускайте руки. Это очень важный момент. Особенно в нашем бизнесе. Очень многие сдаются. Почему? Потому что, наверное, вы слишком ставили перед собой ложные какие-то цели, слишком завышенные ожидания у вас были и так далее. Вы, наверное, хотели сразу, наверное, обогатиться. Вы думали, что через месяц-два на вас прольется денежный ливень, да, такой. То есть вы останетесь буквально под деньгами. Миллионы, миллионы на вас посыпятся, как с неба, как манна небесная. Вы этого ожидали, друзья. Вынужден вас разочаровать, вы не туда пришли. Успех, он достигается упорством. Понимаете? То есть вы должны попотеть. Кровью и буквальном смысле. Большие деньги просто так к вам не придут. Их нужно заслужить. Будьте упорны в достижении своей цели. Никогда не сдавайтесь. Бейте в одну точку. И вы достигнете успеха. Следующий момент, это седьмой. Самосовершенствование. Начинайте работать над собой. Если вы хотите приглашать людей, а вы их приглашаете каждый день. И у многих из вас это не получается. Почему? А потому что они вам не верят. Они вас не покупают. Чтобы они вам поверили, вы в первую очередь, мы уже об этом говорили, вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Вы должны им показать это. Они должны это почувствовать на подсознательном уровне. Вот эта уверенность, она должна исходить из вас. Понимаете? Даже если вы ничего говорить не будете, люди это почувствуют. Но, этого недостаточно. Вы должны еще работать над собой. Вы должны улучшаться каждый день. Вы должны заниматься самообразованием. Вы должны расти как профессионал. То есть, вы должны становиться компетентным в том, что вы делаете. Поэтому изучайте все нюансы нашего бизнеса. Изучайте предмет нашего бизнеса. То есть, все, что связано со технологиями. Мессенджер. Вам никто не говорит, чтобы вы осваили новую профессию, становились программистами и так далее. Нет. Просто вы должны быть в этом компетентны. В том плане, что вы должны быть просто, как бы, ну, во всяком случае, вы должны быть в теме. Так скажем. Вы должны знать, насколько это актуально, насколько это востребовано. Понимаете, да? И вы должны донести это до другого человека. Вы должны ему показать, насколько это ему выгодно, если он все-таки послушает, да, и въедет в тему, собственно говоря. Какую он выгоду из этого может извлечь. Но вы в этом случае должны быть компетентны. Становитесь профессионалами. Начинайте читать. Все, что связано с мобильными мессенджерами. Это же так просто. Сегодня есть интернет. Зайдите в интернет, забейте в поисковике. Мобильный мессенджер. Вам выдаст кучу статей и различных и так дальше. Все, что публикуется в СМИ, в интернете. О мессенджерах. И вы сегодня владеете таким богатством. Вы совладельцы мессенджера. Мобильное приложение, которое сегодня все больше и больше становится популярным. Попадайте. Не надо сегодня ожидать от нашего мессенджера Пушми тех результатов, которые сегодня есть у WhatsApp и Viber. Мы не можем сравниваться количественно. Поймите. Дайте нам время. Мы же только родились. Не так надо сравнивать нас. Надо сравнить по динамике развития. По динамике развития WhatsApp отдыхает вообще. Просто, еще раз говорю, зайдите в интернет, посмотрите, поинтересуйтесь, как развивался WhatsApp первые 2-3 года. Как развивался Viber. Вот, и тогда вы поймете, все познается в сравнении. Окей? Это очень важно. Совершенствуйтесь. Ходите на обучение. Не пропускайте эти обучения. Не только вебинары. Если в ваших городах есть офисы, у нас есть система работы в офисах для наших партнеров. У нас поставлены презентации, система проведения презентации, обучающих семинаров. Это школы на нашем языке и т.д. Посещайте такие мероприятия, вы будете расти. Вы будете становиться все более компетентными. Это очень важно. Но вы еще и как личность должны развиваться. Не забывайте. С одной стороны, вы должны расти как профессионал. С другой стороны, вы должны развиваться как личность. Вы должны быть интересны своему окружению. Вот тогда за вами люди пойдут. Они захотят за вами пойти, потому что с вами интересно. Понимаете? Очень важно. Работайте над собой. Избавляйтесь от своих плохих привычек, от своих комплексов, ложных стереотипов. Приобретайте новые привычки, хорошие привычки победителей, чемпионов. Это очень важно. Восьмой пункт. Это анализ. То есть, контроль. Все должно быть под контролем. Анализируйте постоянно, что вы делаете. Что у вас получается. И почему. Почему вы добились успеха. Анализируйте. Самое главное. Также анализируйте, почему у вас не получается. Это еще более важно. Потому что, если вы каждый день будете наступать на одни и те же грабли. Господа. Вы будете просто даром терять время. И со временем вы потеряете мотивацию. Вообще. Что такое успех. Успех. Успех это несколько элементарных, правильных действий. Которые вы совершаете ежедневно. Что такое неуспех. Неуспех это несколько элементарных ошибок. Которые вы совершаете ежедневно. Вот что происходит. Поэтому, друзья. Вы должны постоянно все анализировать. Почему мы, система наша предполагает сдачу статистики. То есть, в принципе, вас никто не может заставить это делать. Вы это должны делать для себя. Просто вот возьмите, как за привычку, да. Ну, хотя бы в течение одного месяца. Даже не надо одного месяца. 21 день. Запишите. В течение 21 дня. Делайте. То есть, каждый божий день. Как бы записывайте статистику. Что вы, какие действия вы совершаете. Сколько звонков. Сколько встреч у вас. Какой процент. Какой КПД. Какой процент подписаний. Какой процент отказов. Анализируйте. Это очень важно. Вот когда вы начнете анализировать. Вот тогда вы начнете улучшаться. Ну, и, наконец, последний момент. Это девятый. Это великодушие. Друзья мои. Будьте великодушными. Вы должны понимать, что никто из нас, мы не святые. В Библии записано. Кто не без греха, пусть первый кинет меня камень. Поэтому не судите строго. Еще раз повторяю. Вы тоже не святой. Не надо осуждать других людей. Даже если это, в общем-то, они заслужили. Спрашивайте себя вообще. А вы? Вы во всем идеальны. Станьте великодушными. Если человек ошибся, не надо его добивать. Если он упал, не надо, как бы, поймите, есть категория людей, которые видят, что человек упал. Так они еще больше радуются. Так они готовы на нем еще джигу станцевать. Понимаете? То есть он упал, а они еще готовы его еще дальше, глубже в грязь топтать. Будьте великодушными. Человек ошибся. Дайте ему возможность исправить эту ошибку. Есть такая, как бы, поговорка, что ли. Если у вас есть возможность исправить свою ошибку, значит, вы еще не ошиблись. Но большинству людей не дают такую возможность. Кто? Окружающие люди. Поэтому будьте великодушными. Никогда никого не осуждайте. Договорились, друзья? Это очень важно в бизнесе. В нашем бизнесе, где вы выстраиваете отношения. Запомните, это бизнес отношений. Если вы не научитесь их выстраивать правильно, вы не добьетесь успеха в этом бизнесе. Потому что у вас не будет команды. Но если вам так сильно повезет, что вы в одиночку преуспеете в этом бизнесе, вы знаете, тогда вспоминайте еще одну пословицу. Есть такая. Самый страшный ад в раю оказаться в одиночестве. Я, конечно, это чисто допускаю, чисто гипотетически. Но практически у вас нет шансов никаких в одиночку преуспеть в этом бизнесе. Понимаете? Вам нужны будут не просто помощники. Вам нужны будут партнеры, соратники, братья по оружию. И вот вы с ними должны правильно научиться выстраивать отношения. И вот здесь без такого качества, как великодушие, вы не сможете обойтись. Научитесь прощать. Понимаете? Это очень важное качество. Друзья мои, вот в принципе это темы, на которые я с вами сегодня хотел поговорить. Как вы видите, здесь нету никаких технических тем таких, да. Но и это очень важно сегодня понять. Потому что сегодня я вижу, что большинство людей... Мы сейчас готовимся к самому главному событию в компании. Годовщина компаний, да. И сегодня на этой годовщине будут подводиться итоги. Что мы уже сделали, чего мы достигли, что нас ожидает в будущем и так дальше. Я вижу, что многие уже начали, скажем, сдаваться. Они начали сдуваться. Чуть-чуть подустали и так далее. Господа, все только начинается, уверяю вас. И запомните, преуспеет тот, кто не уйдет. Это очень важно. Преуспеет тот, кто не уйдет, господа. Я пользуюсь случаем. Я желаю вам в первую очередь закрыть хорошо наш период текущий. Дальше хорошо подойти к Новому году с новыми результатами. Кроме всего прочего, я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим близким, в первую очередь, сил, здоровья. Я желаю вам оптимизма неисчерпаемого. И чтобы все, что вы, скажем так, в этом году достигли, чтобы в будущем это приумножилось сто крат. Всех благодарю за то, что вы посетили наш вебинар. Друзья, но на этом наш вебинар сегодня не заканчивается. Я хочу передать слово человеку, которого я глубоко уважаю. И у этого человека тоже есть для вас замечательные новости. И я хочу передать слово мастер-партнеру компании Пушми в квалификации национальный директор Ирине Шлотовой. Встречайте, пожалуйста, нашего...